Разрушенные города. До 200 тысяч убитых и раненых российских солдат. Десятки тысяч погибших мирных жителей. Тысячи убитых детей. Сотни тысяч уехавших из России. Миллионы украинских беженцев. Санкции, которые душат экономику России. Ради чего уже год идет эта война? Весна 2021 года. Владимир Путин стягивает границы с Украиной около 100 тысяч российских солдат. Официальные лица Кремля называют это проверкой боевой готовности и отрицают возможность вторжения. В декабре Путин фактически ставит Западу заведомо невыполнимый ультиматум. НАТО должно вернуться на позиции 1997 года и отказаться от защиты своих членов в Восточной Европе. На Западе уже не сомневаются. Будет война. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО. Утром 24 февраля Путин вводит войска. Он называет это специальной военной операцией с целью демилитаризации и демилитаризации Вторжение начинается по нескольким направлениям. С севера на Киев, с северо-востока на Харьков, с юго-востока из Донбасса и с юга из Крыма. Практически все уверены, что Украина падет за несколько дней. Украинские города бомбят, по дорогам едут тысячи танков. Но оказалось, что все наступательные планы уже известны украинцам. Ключевая операция путинского Блицкрига, высадка десанта в киевском аэропорту Гастомель, встречает хорошо подготовленный отпор. А наземные силы Украины не дают российским танкам продвигаться вглубь страны. Становится понятно, что взять Киев за три дня не выйдет, а к долгой войне Россия оказывается не готова. Во второй армии мира не оказывается палаток, генераторов и аптечек. Солдаты пользуются китайскими рациями, переговоры по которым легко перехватывает разведка. Уже в марте Россия отступает из Киевской области под предлогом переброски войск. Мир узнает о зверствах, творившихся на оккупированных территориях. Тела мирных жителей со связанными за спиной руками и огнестрельными ранениями в небольшом городе Буча стали символами бесчеловечной путинской войны. Заявленные в начале цели войны меняются. Теперь это защита России от угроз со стороны Запада. Сам Запад начинает помогать Украине оружием. На поле боя появляются Байрактары и Хаймарсы. Но даже после провала Блицкрига Путин не отказывается от своих планов и продолжает террор. В апреле в вокзал в Краматорске попадает российская ракета. Погибают десятки мирных жителей. Украина в ответ топит флагман Черноморского флота «Крейсер Москва». На фронтах идут жесткие боевые действия. Российские власти тратят на войну около миллиарда рублей в час. После нескольких месяцев кровавых сражений украинские войска оставляют Мариуполь с заводом «Азовсталь». Город практически стерт с лица земли. В нем не остается ни одного целого здания. Мирные жители Украины продолжают жить под обстрелами. В Одессе и Виннице от ударов погибают целые семьи. В сентябре Украина внезапно наступает на востоке. Ошеломленные российские власти называют бегство перегруппировкой. На фоне военных неудач Путин объявляет частичную мобилизацию, которая в реальности становится всеобщей. Россиян хватают на улицах, в квартирах и офисах и отправляют на фронт умирать без обучения и экипировки. На утро после 70-летия Путина происходит взрыв на самом охраняемом гражданском объекте – Крымском мосту. А спустя несколько недель Украина освобождает Херсон, оккупированный еще в первые дни вторжения. Вскоре туда лично приезжает Зеленский, а Путин пропадает из эфира. Пытаясь принудить Украину к переговорам, российские войска массово обстреливают электростанции. Украинцы зимуют без воды, света и тепла, но сдаваться не собираются. Не собирается останавливаться и Путин. В январе в жилой дом в Днепре прилетает ракета и убивает более 40 человек. На Донбассе идут бои за Бахмут и Солидар. Каждый захваченный метр достается ценой жизни тысяч российских солдат. На передний план вместо регулярной армии выходят завербованные в ЧВК Вагнера заключенные. Их используют как пушечное мясо. Наемники буквально идут по головам только что убитых товарищей. Появляются сотни обращений мобилизованных и их родственников. Они жалуются, что их бросают на передовую без всякого плана и снаряжения. Солдаты гибнут целыми батальонами. Новые спутниковые снимки показывают, что Путин снова стягивает войска к границе. Прямо сейчас российская армия планирует новое наступление и готовится положить еще тысячи жизней. Но спустя год даже пропагандисты не понимают, ради чего будет продолжаться эта бессмысленная война. Продолжение следует...